С водой анестезия попадает в глаз, и есть риск, что она вызовет ожог роговицы. Вот тут сейчас у меня работает студент, и мы промокнули анестезию на одном глазу, но так как он не был залеплен пленкой, анестезия просто засохла. Вот она, я сейчас ее стряхиваю, она сходит такими шелушками, вот они везде валяются. То есть вот на этом глазу я спрашиваю, вообще наносили анестезию или нет. На вид выглядит, как будто она была без анестезии вообще. Но на деле она вся снимается пленкой. То есть анестезия здесь лежит, мастер думает, что она ушла, он ее стер, еще что-то, и начинает работать. С водой анестезия попадает в глаз, и есть риск, что она вызовет ожог роговицы, потому что в составе анестезии находятся вещества, вот именно первичные анестезии. Которые разрыхляют кожу, чтобы действующее вещество проникло внутрь кожи. Поэтому анестезия должна быть тщательно убрана к началу работы на глазах. Если она засохла, то ее нужно просто стряхнуть, значит. Но чтобы она не засыхала, надо закрывать пленкой. Когда анестезия попадет в глаз, какое-то время немножко пощипет, а потом она обезболит глаз изнутри, и клиент перестанет чувствовать эти ощущения. Поэтому это очень важно, начать работать на абсолютно чистом глазу. Именно поэтому мы частенько работаем вообще без анестезии на тенях. Мы очень нежно и воздушно повреждаем кожу и наносим основную анестезию. Основная анестезия – это лидокаин, в основном, который, в общем-то, не опасен. Потому что лидокаином делают блокаду офтальмологи. И концентрация его настолько низкая, что он реально безопасен. Вот первичная анестезия – это самое плохое, что может случиться с глазом. Поэтому не должно быть вообще вот этих соринок нигде на веки к моменту начала работы. Лучше потерять эскиз, чем анестезия попадет в глаз.